В последнее время многие говорят о том, что микроэлектроника продолжает стремительно развиваться. Изобретаются и распространяются большое количество всевозможных имплантантов. Это приводит к тому, что в организме многих людей уже присутствует микромашина. У этого направления, безусловно, большое будущее, потому что технологии не стоят на месте, они развиваются, и мы можем наблюдать непосредственную пользу от использования подобных миниатюрных устройств для обеспечения качества жизни человека. Несомненную пользу микроэлектроника приносит в развитии современного протезирования. Это не в чистом виде механика, это именно интеллектуальные системы, которые имеют взаимодействие с нейроактивностью человека. Для этих целей разрабатываются и используются так называемые человекомашинные интерфейсы. Когда за счет когнитивных способностей и возможностей человека есть инструменты, средства, основа для сбора информации, которая, по сути дела, обеспечивает управление подобными объектами. Около 200 лет прошло с тех пор, как человечество освоило сначала электричество, а потом перешло в плоскость электроники. А сейчас появились сторонники развития новой грани будущего. Это те, кто считает, что чипирование людей абсолютно нормальное явление. Для них микрочип является уникальным основным документом, позволяющим облегчить жизнь человека. Если у человека будет некий чип, который интегрирует в себе все данные и, по сути, является основным документом, я не думаю, что это будет как-то негативно воспринято обществом. Однако психологически многим людям довольно тяжело воспринимается новшество современности. Чипирование воспринимается в нашем сознании как тотальный контроль, поэтому человека пугает любая мысль об ограничении свободы, потому что нет понимания, для чего это делается, для каких целей. Процесс чипирования несет в себе определенные риски. Нужно провести масштабную работу для того, чтобы эта система работала стабильно и прозрачно. Мы можем действительно задумываться о правовых, об этических и целом ряде других норм использования подобных устройств. Вопрос, собственно, к формированию некой законодательной базы и формированию в обществе надлежащего отношения к этой технологии. Станет ли нормой жизни внедрения высоких технологий, покажет время. Кристина Надершина, Виолетта Басова, Универ Ньюс.